Денис, а подскажи, пожалуйста, что это за машина у нас? Киария. Киария на механике, да? Да, механика. А что случилось с ней? Замена сцепления. Я вижу, ты уже новое сцепление поставил? Да, поставил новое сцепление. Ага. А подскажи, пожалуйста, а почему поменял здесь сцепление, меняется вернее сцепление? Здесь выработался сам диск сцепления, стирается передо и пропадает само сцепление. Понятно. Слушай, а как понять, что сцепление накрылось? Бывает, не включаются передачи, плохо включаются. То есть при нажатии на сцепление, на педаль сцепления, можно почувствовать такое, как рчание коробки, потому что он не выжимает вот эти лепестки, когда стирается. Потом берет само сцепление, педаль берет внизу. Ну, как бы вот такие вот. Слушай, но а нельзя что-то отрегулировать? Обязательно просто замена или это после диагностики выясняется, что нужно менять? Как ты понимаешь, что сцепление или можно отрегулировать или нужно заменить? Как это? Здесь нерегулированное сцепление. Оно никак не регулируется. Просто подлежит замене? Да. Замена и все. Ну, слушай, хорошо. А если, допустим, у человека, ну, относительно новые автомобили сцепления вот испортилось, от чего это зависит? На что? Качество, может быть, даже тот же брак с завода. Бывает все. А какая-то неправильная эксплуатация может быть? Ну, сильно сказать, что прям неправильная эксплуатация. Ну, может быть, конечно, если резко выжимать, не держать, не плавно выжимать, резко убирать ногу сцепления, да, может быть. Ну, таким образом и коробку можно повредить. Ага. Понятно. То есть, неисправность сцепления зависит и от качества эксплуатации, да, от качества запчастей, ну, и, соответственно, от времени эксплуатации. Правильно? Да. То есть, естественный износ? Да, износ естественный, потому что, как и колодки, такой же самый материал находится на диске. И так же самым он вырабатывается при нажатии на педаль. Денис, а сейчас вот ты поменял диск сцепления, да, он у тебя в сборе? Да. Да. После этого нужны какие-то регулировки или человек уже может спокойно сесть и поехать и все? Нет. Сейчас ставлю коробку, никаких регулировок здесь не надо. И так как я здесь ничего не откручивал, воздух сюда не попал, прокачивать ничего не надо. Поэтому просто ставлю коробку и собираюсь на место, и человек уезжает. И человек спокойно эксплуатирует. Все понятно. Спасибо большое, Денис. Все очень понятно и ясно. Спасибо тебе большое. Субтитры подогнал «Симон»!